Девушки отдыхают Вот и Олег в Майами никак выбрать не может, с кем ему остаться. Олег решительнее. Существует масса мастер-классов, которые учат людей знакомиться. Но как правильно расставаться? Юлия Паршута предлагает говорить «прощай» по-испански. «Asta la vista». За окном апрель, под окном капель, а в голове кружат мысли. А Монатик по-прежнему кружит вокруг своей избранницы. Я считаю так. Покружили и хватит. Пора к делу переходить. И сегодня, друзья мои, у нас праздник, потому что в гостях у меня самая эпатажная и сексуальная группа «Винтаж». Всем привет! Девчонки, расскажите, вы являетесь новым составом группы «Винтаж». Каково это быть частью такого именитого бренда? Ох, как непросто, скажем. Очень ответственно, потому что группа легендарная. И у нас возлагались большие надежды. Поэтому, в общем-то, мы сейчас работаем плотно над тем, чтобы заявить о себе, проявить себя. Мы стараемся сохранить этот эпатажный, как вы сказали, стиль вот этот, да, сексуальный, дерзкий. Но мы уже что-то новое, что-то свое. Группа «Винтаж», она, в принципе, ассоциируется в первую очередь с Аней Плетневой. После того, как вы попали в группу, какие вам напутствия, может быть, сказала Аня? Помню одно из интервью Ани Плетневой еще до того, как мы узнали, да, кто в конечном итоге станет солистками. Она сказала, я научу их всему, научу всем секретам шоу-бизнеса, она так сказала. У меня тогда мурашки были, вот, реально по коже, потому что настолько сильное было желание попасть в группу, попасть в проект и работать. Я помню, она еще нас спрашивала, девочки, вы понимаете, что за вами, на ваших плечах, за вами целая десятилетняя история, даже одиннадцать. И мы так все стояли, а, вот, действительно, там, сколько «Винтаж» всего сделал. Ну, в общем-то, потом она, можно сказать, взяла плетку и сказала, девочки, я буду наказывать. На этом все закончилось. Теперь будем работать, работать, еще раз работать. Можете представить свой клип нашим телезрителям? Клип «Кто хочет стать королевой», смотрите, наслаждайтесь, слушайте. Королева хочет стать абсолютно каждая девочка. Скажите, что по-вашему быть королевой? Чтобы стать королевой, нужно быть собой, оставаться и не притворяться никем, мне кажется. Ну, просто каждая женщина изначально, она уже королева, рождена по природе, поэтому не забывать про себя любимую, как бы, да, и оставаться собой, естественно, как Настя сказала правильно, об этом наша песня. Девчонки, вы в клепе пристаете в образе кукол. Скажите, а вы бы хотели сами выпустить свои именные куклы? Почему бы нет? А, кстати, у нас уже есть куклы. У нас есть один подарок, который подготовила нам Настя на 8 марта. У нас есть 4 куклы, которые символизируют нас. То есть, да, они очень похожи. Шформа лица, да. Кукла Аня, Настя, Женя. Да, какие-то элементы из каких-то образов, там, костюмов. И яркие достаточно. В основном, это именно кукольные наши образы. Да, и я, когда дарила их девочкам, я снимала это на виде, потому что... Мы обещали от радости просто. Да, у них были какие-то невероятные эмоции. Я подарила им на 8 марта, это сделала моя мама своими руками. Да, и очень здорово. И теперь мы как-то, не знаю, считаем эти кукол нашим талисманом. Теперь близопрос. Назовите 5 качеств вашего идеального мужчины. Ответственность. Чувство юмора. Знаете, наверное... Богатый духовный мир. Задумалась. Нет, на самом деле, вот у меня сейчас такой прям период, мне прям очень хочется поговорить о любом чужах, о мужчинах, об отношениях. Просто мне кажется, что если есть чувство, да, человек будет о тебе заботиться, будет тебя оберегать. Между вами должно быть доверие, уважение обязательно. Конкретно, я же не знаю, это просто называется свой человек. Это свой человек. Ты находишь свое, он тебе нравится, вот даже... Что я не терплю. Даже если он тупенький, да, глупенький. Нет, нет, подожди. Во-первых, понятное дело, что нас привлекают мужчины, которые стремятся к чему-то в жизни, да, у которых есть какая-то цель, которые развиваются. А и кроме этого... Давай, 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 давай. Женьки, просто... Мужчина должен просто нести ответственность за свои поступки. Слова. За свои слова, за свои действия. Это очень важно. Если... Я ценю слово. Если мужчина сказал, он опять же сделал. Мужик сказал, мужик сделал. Поэтому правильный мужчина, мало что говорят. Ой, господи. Хорошо. Как вы думаете, в современном обществе можно ли найти ту самую любовь в социальных сетях? В социальных сетях, я думаю, это вообще провал знакомиться. Это вообще полный. Я за личное общение. Не знаю, а за живое. Я с Санькой согласна. Женое общение со мной. Нет, найти можно. Потому что сейчас действительно соцсети занимают очень важное место, да, ну, как сказать, не место в жизни человека, а просто это настолько распространено, и уже это большая редкость, чтобы там человек не сидел в соцсетях. Понятное дело, что мы общаемся, смотрим фотографии, смотрим... Мы, наверное, больше можем узнать человека, да, по его... Нет, не смотрим. Не смотрим? Не, ну, заходим, ну, блин, ну, заходим, ладно, ладно. И не лайкаем даже. Смотрим хистили, смотрим прямые трансляции. И, на самом деле, мне кажется, многое можно сказать о человеке по его страничке в соцсети. Я согласна с Женей, и я считаю, что найти человека можно, но, естественно, мы все за личное общение. То есть я вообще ненавижу переписываться. Банально сообщение не передает ни эмоции, ни... Ты не можешь понять чувства человека, ты не понимаешь, что он имел в виду. Как он это сказал? С какой интонацией, да, правильно? Да, действительно, мы даже когда переписываем... Как он интонировал в этот момент? Мы с девочками в общем чате, мы всегда стараемся какие-то голосовые сообщения, потому что, ну, тяжело, на самом деле, передать. Голосовые сообщения, штука прикольная. Люди, звоните друг другу. Встречайтесь. Да. Где-нибудь в конце. Выходите на улицу, встречайтесь. Люди под дождем, и под снегом, и под градом. Пейте чай горячий, вот. Девчонки, скажите, о каком будущем вы мечтаете для группы Винтаж? Какие цели для себя ставите в творческой карьере? У меня прям огромное желание в последнее время появилось. Собрать огромный стадион, представляете? Огромный, просто гигантский, где люди все будут просто под нашу музыку плясать. Чтобы мы пришли к этому, вот. Хорошо, поделитесь ближайшими планами своими творческими, что от вас ожидать? У нас очень много всего интересного готовится. Мы сейчас на этапе плотной работы над материалом. Мы не только в поисках, да, мы сейчас пишем, сочиняем сами. Вот одна из таких, наверное, ярких новостей, то, что солистки, вот конкретно Аня, сейчас кое-что пишет для Винтаж. То есть теперь не только именитые авторы, да, будут писать, но вот мы и сами пытаемся раскрывать свои скрытые таланты. Желаем вам успехов и, конечно же, радуйте нас новыми песнями, клипами. Ждем вас снова. Спасибо. Спасибо вам. Всего хорошего. Каждый владелец домашних животных хоть раз задавался вопросом, чем же занимается мой котик или песик, пока меня нет дома. Кто-то даже скрытые камеры дома устанавливает. А вот парни с группой «Градусы» пошли дальше и решили поведать всем девушкам, чем занимаются мужчины без их чуткого руководства. Мне кажется, без присмотра их лучше не оставлять. В голове лишь дым, я не могу больше быть один. Пока мы ждем лето, наши любимые артисты не перестают постить фотографии из жарких стран. А некоторые еще и новые клипы во время отпуска снять успевают. Вот, например, Влад Соколовский съездил на острова, отдохнул, посерфил и поклонников порадовал. Правильно выбранный стиль – залог успеха. Давно известно, что встречают по одежке, а вот то, как проводят, это уже мозгами нужно пошевелить. Я же готова с распростертыми объятиями встретить один из самых сильных дуэтов «Время и стекло». А вот провожать их совсем не хочется. Как ни крути, а придется нам с вами прощаться. Но всего на неделю. Не забывайте про повторы Made in.ru в эфире Европа Плюс ТВ. А на наших страничках в соцсетях только самая актуальная информация о ваших любимых артистах. Подписывайтесь и будьте в курсе. А в следующий раз я покажу вам. С вами была Полина Слепакова. До скорой встречи!